Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В областном Кабмине кадровые изменения. Глава региона Вячеслав Федорищев представил команде председателя правительства и нового министра энергетики и ЖКХ. Самара готовится к новому отопительному сезону. План работы обсудили на еженедельном штабе с участием главы города Елены Лапушкиной. В областной столице ремонтируют улицу Елизарова. Оценить качество работ приехали общественники. Обеспечат законность и легитимность избирательного процесса. В Самаре проходят обучающие семинары и круглые столы для общественных наблюдателей за выборами. В Самарскую область с рабочим визитом прибыл заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Вместе с главой региона Вячеславом Федорищевым провели совещание по вопросу развития беспилотных авиационных систем. Это одна из приоритетных задач, от решения которой во многом зависит достижение технологического суверенитета страны, сообщает в Рио губернатор в своем телеграм-канале. Обсудили реализацию национального проекта «Беспилотные авиационные системы», региональную программу развития беспилотной авиации до 2030 года, ознакомились с работой завода по производству дронов, где выпускаются беспилотники в первую очередь для сельскохозяйственных нужд. На территории автоваза протестировали автомобили «Лада Ларгус» на электродвигатели и «Лада Аура». Временно исполняющим обязанности председателя правительства Самарской области стал Михаил Смирнов, ранее занимавший пост генерального директора «Газпром Межрегионгаз Самара» и «Газпром Газораспределения Самара». Он будет курировать такие направления, как строительство, дорожно-транспортное хозяйство, экология, ЖКХ и энергетика. Региональное министерство энергетики и ЖКХ возглавил Михаил Белоусов, а Владимир Василенко продолжит работу в должности в РИУ заместителя председателя правительства области. Глава Самары Елена Лапушкина провела еженедельное заседание штаба по подготовке города к новому отопительному сезону. Участие в совещании приняли главы внутригородских районов, руководители профильных ведомств, представители ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов в сфере ЖКХ. Как город готовится к зиме, что уже сделано и какие вопросы предстоит решить в нашем сюжете. Самара продолжает готовиться к новому отопительному сезону. В этом году работы по замене теплоносителя проводятся на 24 локациях. Со стороны городских властей ведется контроль выполнения подрядчиками своих обязательств. Еженедельно на заседании профильного штаба в мэрии специализированные службы отчитываются о проделанной работе. Участки, примыкающие к учреждениям образования и соцсферы, в приоритете. У нас большой объем перекладки сетей. Еще раз обратила внимание, что объекты социальной сферы должны быть обеспечены в первую очередь. И, конечно, благоустройство должно быть завершено до 1 сентября. Подрядчики с этим справляются, и они сегодня об этом заявили на очередном совещании. По подготовке объектов в социальной сфере, в общем-то, все идет в графике, а где-то и с опережением графика опасений не вызывает. В связи с ремонтом теплотрассы на пересечении улиц Нововокзальная и Фадеева со 2 по 8 августа изменится схема движения пяти трамвайных маршрутов 5, 7, 12, 20, 20К. Об этом сообщают в департаменте транспорта. Изменения эти вынуждены, необходимы. Как всегда, просим граждан отнестись с пониманием, потому что подготовка к зиме – это очень важный элемент. Стараемся всегда делать с минимальными затруднениями, отрабатываем со всеми энергоснабжающими и теплоснабжающими компаниями, чтобы они себе ставили максимально плотный график, и если где-то идет какое-то перекрытие или изменение схемы движения, оно было максимально коротким. В ходе совещания главы внутригородских районов отчитались о ходе подготовки к отопительному сезону на вверенных им территориях. На сегодняшний день процент готовности 83,6, 687 домов из 822, в электронное ЖКХ занесено 437, это 53%. По управляющим компаниям, значит, у нас всего 28 управляющих компаний, из них 15 – уже стопроцентная готовность. И 11 ССЖ из 22 – тоже стопроцентная готовность, то есть, в принципе, мы традиционно идем нормально в графике, все будет своевременно готово. Ведется подготовка и жилых многоквартирных домов. Профильные службы совместно с представителями администрации района и госжилинспекции проведут проверку исправности теплового контура в каждом многоквартирном доме. Галина Топилина, Валерий Майоров, События. Во всех районах Самары работают пункты по приему обращений жителей к главе региона Вячеславу Федорищеву. Обращения принимают в будни с 9 утра до 6 вечера. Как работает пункт в поселке Управленческий, узнала Елизавета Прокопенкова. Валентина Кузелева в числе первых жителей поселка Управленческий пришла в пункт приема обращений, чтобы рассказать о коммунальных проблемах своего дома. Три года протекала канализационная труба, а управляющая компания бездействовала. Как только женщина сообщила об этом главе региона, проблему удалось решить. И когда я узнала о том, что вот здесь сейчас можно обращаться, да, я обратилась к девочкам здесь и сказала о том, что вот такая вещь у меня с 21 года, никто не приходит, никто мне не помогает. Ну, меня записали, потом сказали, что постараемся вам помочь. Пока устно. И действительно, вы понимаете, через несколько дней, короче говоря, на следующей неделе, неожиданно слесаря, сразу три слесаря пришли и за два дня все сделали. Пункт приема обращений в поселке Управленческий начал работать с 25 июня. Его разместили на базе общественной организации Красноглинский районный совет ветеранов. Председатель совета Любовь Филиппова говорит, что каждый день люди приходят сюда с разными проблемами. А здесь народу бывает очень много. Десятого было очень много народу июля. И стояли, и сидели, спрашивали, писали. По словам волонтеров, жители волнуют проблемы в сфере ЖКХ, транспорта и благоустройства. Марина Михеева пришла в пункт с просьбой расширить автобусные остановки. Женщина рассказала, что часто ездит на общественном транспорте и видит, что остановки не соответствуют установленным нормам. Утром ехала в город, в ливень попала. Ноги все мокрые. Ни дождь, ни снег, ни солнце, ни ветер, ничего не закрывает. Раньше были времена, я помню, здесь были кирпичные остановки, большие. Стояли от дождя, от солнца, от всего могли скрыться. А сейчас для красоты, можно сказать, остановки сделала. Просьбу Марины Михеевой передадут руководителю региона. Обращение жителей принимают в каждом районе в будни с 9 утра до 6 вечера. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский, События. Определение путей развития и постановка задач. Глава региона Вячеслав Федорищев возглавил в Госсовете Российской Федерации комиссию по промышленности. Каких изменений в связи с этим стоит ждать? Своими мыслями поделился президент Самарского областного татарского общества «Тугантел» Ильяс Шакуров. То, что Госсовет претерпел обновление и туда вошел наш глава региона, это для нас, для Самарства, я думаю, большая удача. И то, что сейчас руководителям комиссии, которые будут заниматься как раз определением перспектив, задачи развития по направлению промышленности, и будут участвовать в распределении тех самых федеральных, больших наших государственных ресурсов и сил для того, чтобы развивать где-то какие-то мероприятия, включаться в какие-то цепочки. То, что руководитель комиссии будет наш глава региона, безусловно, я думаю, региону принесет пользу. Обеспечат законность и легитимность избирательного процесса. В Самаре проходят обучающие семинары для общественных наблюдателей за выборами. С 6 по 8 сентября жители региона будут выбирать губернатора, а в отдельных муниципалитетах – депутатов в представительные органы власти. Как должны вести себя наблюдатели за выборами? На что им нужно обратить внимание на участки? Расскажем в нашем сюжете. Обеспечат законность и легитимность избирательного процесса. В Самаре проходят обучающие семинары для общественных наблюдателей за выборами. Напомним, Самарская область продолжает готовиться к выборам. Они пройдут 6, 7 и 8 сентября. Жителям региона предстоит избрать губернатора, а в отдельных муниципалитетах – депутатов в представительные органы власти. О том, как проходит выборный процесс, на что нужно обращать внимание во время выборов на участки, как общаться с избирателями и каким ситуациям нужно быть готовым, рассказывали независимым общественным наблюдателям, которые будут работать на избирательных участках в Куйбышевском районе Самары. Мы помогаем им сориентироваться и реализовать свои возможности в качестве наблюдателя наиболее в полном объеме. И, конечно, мы должны помочь этим людям, потому что, согласившись выполнить эту важную общественную миссию, общественные наблюдатели решают две очень важных задачи. Во-первых, они фиксируют все, что происходит на избирательных участках и помогают обществу удостовериться в том, что все прошло в соответствии с законом. А во-вторых, они защищают избирательную систему от фейков и провокаций. Тамара Крушинина работает на выборах с 18 лет. Была агитатором, спичрайтером, руководителем избирательного штаба. С 2018 года готовит общественных наблюдателей. Говорит, здесь важен и костяк, опытные люди, у которых глаз наметан, и вновь пополнившие ряды наблюдателей. Те, кто может взглянуть на происходящее свежим глазом. Уверена, главное для наблюдателей – соблюдать нейтралитет. Важно то, чтобы, несмотря на все свои политические интересы, наблюдатель сохранял свою независимость и не склонился к какому-нибудь агитированию. Каждый человек имеет право на свой политический выбор, и вы его сделаете как избиратель. Но в качестве наблюдателя вы должны сохранять независимость и объективный взгляд на происходящее. Поэтому следим только за соблюдением законов и процедур, которые должны проходить в рамках определенных регламентов на избирательном участке. Для студентки колледжа, сам ГТО – это будут уже третьи выборы, на которых ей предстоит стать независимым наблюдателем. Девушке все процедуры известны, но, говорит, всегда полезно освежить навыки. В первую очередь это интерес, это интересно, занимательно, в принципе, узнавать что-то новое для себя. Да и хочется быть социально значимым для нашего общества. По данным ВЦИОМ, за последние три года у населения растет доверие к выборам, в том числе благодаря открытости и прозрачности всего избирательного процесса. Этому способствуют независимые общественные наблюдения, организованные одноименным региональным общественным штабом. Напомним, в его состав вошли представители областной общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Среди них и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Обсудили безопасность в период проведения единого дня голосования. В Самаре прошло заседание Координационного совета управления Росгвардией по Самарской области по вопросам частной охранной деятельности. В заседании приняли участие сотрудники регионального управления ФСБ, ГУМВД, представители администрации Самарской области и города Самары, руководители частных охранных организаций. Обеспечивать безопасность пунктов для голосования помимо полиции будут также работники частных охранных организаций. При этом планируют задействовать наиболее подготовленных охранников. Не менее актуальна и безопасность образовательных учреждений в новом учебном периоде. Перед силовыми ведомствами стоит задача повысить эффективность охранных мер в школах, колледжах и вузах. В Самаре продолжаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По одному из муниципальных контрактов ими охватили и участок уличной дорожной сети на улице Елизарова. Часть работ подрядчик уже выполнил. Последовательно ведется их приемка с участием общественников. Какие виды работ еще предстоят, расскажет Полина Чулюкова. Одну из центральных улиц микрорайона Металлург, улицу Елизарова, комплексно ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Основные работы в границах проспекта Металлургов и улицы Победы уже выполнены. Асфальтобетонное покрытие заменили на проезжей части площадью более 10 тысяч квадратных метров, из которых почти 600 квадратных метров – парковочные места. Специалисты отмечают, что покрытие из высокотехнологичной смеси последнего поколения выдерживает серьезные статические и динамические нагрузки. Смесь помогает добиться устройства более прочного полотна и, соответственно, более длительной его эксплуатации. Это важно, поскольку часто движение по улице Елизарова очень интенсивное. К тому же дорога ведет к многочисленным объектам социальной инфраструктуры. В ходе работ выполнен и ремонт 3000 квадратных метров тротуаров. Основные работы именно по устройству асфальтобетонного покрытия на проезжей части выполнялись в ночное время для того, чтобы минимизировать трудности при движении транспорта. Тротуары строились в дневное время, так как в данный момент не мешает. То есть перекрывались участки, пешеходы ходили по другой стороне улицы. Особый акцент сделали на безопасности участников дорожного движения. В том числе для маломобильных групп населения в формате пандусов устроены сходы стротуаров и выходы на пешеходные переходы. В соответствии с требованиями к реализации нацпроекта, которые касаются применения новых материалов и технологий, установлены и новые люки смотровых колодцев. Они с резиновой вставкой на замке. Такая конструкция позволяет устранить шум от наезда транспорта и минимизировать вероятность краш крыш клюков. Все колодцы, смотровые и дождеприемные, выставлены на проектную высоту. Помимо этого заменено около 790 погонных метров бордюров вдоль тротуаров, а также 1300 погонных метров бортового камня вдоль автодороги. На объекте имеется разметка. Еще предстоит выставить новые пешеходные ограждения. Отремонтировать газоны, убрать старый грунт, завести плодородную почву, посеять траву. На эти работы уйдет еще 10-12 дней. В дальнейшем подрядчик должен обеспечить полив газонов. Часть работ, которые уже выполнены, принимают последовательно. В частности, на улице Елизарова были отобраны пробы асфальта. На объект выезжала специализированная дорожная лаборатория. Керны прошли испытания, и нареканий к качеству не возникло. Ранее приняты и так называемые скрытые работы. То, чего после укладки асфальтобетона не увидишь. Это касается установки плит перекрытия, устройства основания, укладки нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройства дорожной одежды в местах парковки. Среди этих этапов приемки и выполнения замеров на объекте с использованием специальных инструментов. Документы подписываются, если все соответствует условиям муниципального контракта. За процессом наблюдают общественники. Состояние дорожного объекта оценил и региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги». Реализация партийного проекта нацелена, в первую очередь, на качество производства работ. Но мы в этом ориентируемся на лабораторию заказчика обычно. И очень важный нюанс, чтобы подрядные организации выполняли свои гарантийные обязательства. Как отремонтирована дорога, будет видно в течение ближайших гарантийных пяти лет. Повышенное внимание уделяется и результативности ремонта в части повышения не только комфорта, но и безопасности всех участников дорожного движения, как автомобилистов, так и пешеходов. Схема организации движения, оборудование уличной дорожной сети необходимыми техническими средствами также в приоритете, как и оперативное реагирование на обращение горожан. Наказы обязательно всегда присутствуют. Мы трепетно к этому относимся и всегда исполняем их. Мы все же боремся за качество. Проект «Безопасные качественные дороги» подразумевает выполнение всех работ с надлежащим качеством. Жители города с удовольствием пользуются обновленной автодорогой и тротуарами на улице Елизарова, а также принимают активное участие в общественной жизни микрорайона, выступая с предложениями. Отмечают, что в Самаре все больше дорог приводят в порядок. Взяли и сделали. Люди стали писать, говорить правду. Дорога устраивает мне. Пешеходка хорошая. Хотелось бы, чтобы сделали поворот на детскую поликлинику. На всех дорогах местного значения, обновляемых по профильному нацпроекту, приемка завершится в сентябре. Срок работ выполнения физических у нас до 30 августа. И приемка также будет ошляться еще в течение 10 дней после выполнения работы. Полина Чулюкова, Валерий Майоров, События. Далее коротко о других темах дня. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому выдворять нарушивших российское законодательство мигрантов будут вместе с семьями. В пояснительной записке отмечается, что несоблюдение закона говорит о нежелании мигрантов стать частью российского общества. Зачастую они живут замкнутыми сообществами, руководствуясь только своими традициями и взглядами. То же самое относится к их семьям. Ранее депутаты предложили Кабмину разрешить размещать выдворяемых мигрантов в спецприемниках МВД и синхронизировать информационные системы в сфере миграционного учета. Продолжение следует... В этом году на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тысяч кредитов. Россияне стали чаще отдыхать за границей. Доля выросла на 11%. В топе популярных зарубежных направлений традиционно лидирует Стамбул. В июле на него пришлось почти 10% отдельных бронирований. Следом идет Минск. На третьей строчке оказался Дубай. Помимо этого в списки вошли Ереван, Тбилиси, Анталья, Милан, Шанхай, Алматы и Рим. Что касается путешествий по России, то в лидерах Москва. Второе место занял Санкт-Петербург. Замыкает стройку Сочи. Средний чек за ремонт и обслуживание автомобилей по итогам первого полугодия составил 9600 рублей. По сравнению с прошлым годом рост почти 31,5%, сообщают эксперты. Владельцы автомобилей среднего возраста от 6 до 14 лет вкладывают в ремонт и обслуживание своих машин больше других. На высоком пробеге часто требуется не просто стандартное ТО, а полноценные ремонты и замена деталей. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, как они проявляют поддержку в трудные времена. Мы морально поддерживаем друг друга. Очень у нас хорошо получается. Спасибо моей дочке большое. А мы обо всем разговариваем. И вообще есть не с самого маленького возраста, как со взрослым человеком. Не знаю, у всех ли такие дети или только свои такие любимые, понимающие. Я нахожу в ней ответ всегда. И надеюсь, что она в моей персоне тоже находит ответ и понимание всегда. Словами в основном. В первую очередь морально. Разбираем ситуацию, находим правильные выходы и вместе решаем проблему. Словом, каким-то советом. Вот это очень важно. Быть рядом. И словом, и финансами, и какими-то разговорами. И, ну, в общем, всем, чем только можно. Потому что семья – это самое главное. В нашей семье все общаются, все проговаривают, эмоционально поддерживают друг друга и любят. Разговорами как можно поддержать. В основном материально. Нужно поговорить, либо деньгами поддержать. Разговорами, беседами, планами, желаниями. Я не знаю, совместным каким-то времяпрепровождением. Узнать о природе родного края и познакомиться с новым. В Самарском областном детском эколого-биологическом центре прошла квест-игра. Ее организовали и провели юнаты первых. Участниками стали активисты движения первых. Какие задания предстояло выполнить и как юнаты взаимодействуют с активистами, расскажет Полина Челюкова. Почувствовать себя орнитологом, провести исследование почвы и узнать новое о природе родного края. Юнаты Самарского областного детского эколого-биологического центра приняли гостей – активистов движения первых. Им рассказали о сообществе юных натуралистов, о его ценностях и традициях. Ведь главная цель таких событий – вовлечение и объединение. Мы стараемся больше сотрудничать с движением первых, то есть объединяться, устраивать коллабы интересные. Стараемся вовлекать ребят, которые занимаются у нас регулярно, так и не занимаются. Стараемся больше ребят вовлекать в тему экологии, поднимать уровень экологической грамотности ребят. Мы в первую очередь – будущее нашей огромной страны. От нас зависит будущее, светлое, хорошее. Все вместе поучаствовали в квест-игре. Ребятам предстояло пройти пять станций и выполнить задания – пересечь символическое болото, ответить на вопросы от животных, провести опыты с водой и сплести узлы. Я очень рада, что станция юнатов Самарской области объединилась с движением первых, и что это теперь такой большой и глобальный проект, объединяющий молодежь. Сегодня в стране работают около тысячи юнатских станций. В столице региона порядка 30. Они открываются даже в детских садах. Юнаты первых помогают ребятам проводить исследования, создавать собственные проекты и реализовываться во всех сферах биологии. Экологическая поездка, она актуальна для всех. Естественно, чем раньше ты в нее включаешься, тем осознаннее ты подходишь к вопросам охраны окружающей среды и обеспечения комфортных условий для себя и для окружающих, но, естественно, для своей страны. Все участники квеста получили памятные подарки. Полина Чулюкова, Валерий Майоров, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семьи с детьми Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары предоставляет единовременное пособие выпускникам общеобразовательных организаций, являющихся инвалидами. По вопросам выплаты вы можете обратиться в департамент по адресу улица Некрасовская, 63, 3 этаж, 3 кабинет. Выплату можно оформить в МФЦ или на портале Госуслуг. Документы принимаются до 1 ноября. Записаться на прием к нотариусу жители могут через Госуслуги. Информирует телеграм-канал Ленинского района. Нотариус может удостоверить доверенность, открыть наследственное дело, оформить согласие супруга на сделку. К сервису уже подключились около 6 тысяч нотариусов в разных регионах. Это более 70% от общего количества. 1 августа 1932 года в Самаре был создан ботанический сад. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Сад разместился на площади 40 гектаров в составе Института по изучению и охране природы Средневолжского края. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До свидания.